Доброе утро! Как и проходит процесс? Проснулся? Салис на диск и не поехал. Смотрите, кстати, какой краш произошел с одним олдером траки. Я чуть попозже покажу вам его, когда мы приедем. Сейчас нам надо быстренько ехать, потому что и так вчера не привезем машину. Поэтому поедем, завезем ее и погоним. Так что погнали, друзья, новый день. Надеюсь, будет приключением. Слушайте, в какую-то деревню приехал. Смотрите, вон аграрники растят здесь свои. Наверное, это кукуруза. Кстати, кукурузу очень в Америке любят. Нам осталось совсем чуть-чуть. Какие деревни же. Главное, бассейн. Вот у всех есть бассейн фактически. Если хоть как мало-мальски есть уже средства, все, когда на дроне летаешь, видно бассейн. Кстати, напомню, что очень часто около почтовых ящиков стоят те вещи, которые человек хочет избавиться. Например, сейчас недавно приезжал, был велосипед, стоял и газонокосилка. Посередине дороги мы с вами и встали. Будем выгонять. Как красиво здесь. Такой воздух чистый. Ах, еще после дождя. Я человеку говорю, иди посмотри машину. Как я буду выезжать. Он такой, раз, загони мне ее в гараж. Чувак, я тебя прошу посмотреть, как я буду выезжать. Ушел. Так, чувак, просто поставить мне в гараж машину. Нахрена ему эта машина. Куда меня навигатор завел? Я сейчас, представьте, ехал по одной и той же дороге. Смотрю вот буквально вот 10 минут, что я выгружался. Все, дорога закрыта. Ремонт. Сейчас поехал по каким-то хер поймешь дорогу. Пошел на базу. В общем, смотрите, друзья, что произошло. Это доджрам. Чувак вроде как заснул. Заснул за рулем. Въехал в фуру. И вот что с ним произошло. То есть, эта тачка уже все полностью в утиль. Что-то, может, даже можно еще снять. У нее сработала подушка безопасности. Но видим, что, кстати, он все нормально, без каких-то последствий все нормально выжил. И так как стоял еще прицеп, то смотрите, насколько загнуло раму. Какой просто серьезный был удар. Представляете? То есть, он в тачку и прицепом еще додавило. Но главное, что он целый и живой. И это круто. Прямо крышу как сработало. Смотрите, тут даже прикольная строительная пена. Интересно. Ну, или типа как пена. Продолжение следует... Продолжение следует... Средство антисон. Конечно, плохо. Калорий... Сколько тут калорий? Наверное, даст. 90, но зато эффективно. Вот эти теслочки очень классные. Мне они нравятся. Я бы вот такую теслу себе взял бы, наверное. Пробуем сейчас немножко модифицировать мой прицепик. Улучшить качество его и облегчить. Сейчас будем снимать вот эту хрень. Поднимай такой вверх. Да, да. Ну-ка, давай попробуем, подними. Давай еще сюда, в сторонку. Какой есть прикол? Это вопрос, конечно, к фирме, которая производит прицепы. То есть тут косяк был. Видите резинки? Если смотреть, что по этой рельсины мы заезжаем, то колесо было бы здесь на узкой части. То есть резинка эта мешает, ее надо убрать. Здесь то же самое. Резинка мешает. Представляете? Я их полностью убрал, потому что понял, что толку от них не будет. То есть лучше, когда вот так все плотненько прикасается, меньше есть каких-то выемок. Смотрите, вот даже здесь тоже уже лазит. Есть вопросы. Ну, теперь зато смотрите, насколько удлиняются рампы. Правда, теперь становится, что ты должен эти все рампы ставить постоянно на машины. Либо, когда у тебя машина высокая, ты просто эту рампу не берешь. Например, да, эту. Ну, вот так типа ставишь. И обычная машина выезжает. Решил поставить их в другом месте. Правда, как-то не очень. Сука, тяжелая. Да, мой трачок сейчас поменяет маслица. И можно ехать. Правда, заказа еще нет. Ну, не важно. Смотрите, да-да-дам. Круто. Это на самом деле автомобильная вонючка от Max Trauer. Отдельно хочется спасибо сказать Павласово Балинко. Надеюсь, я правильно сказал. Вот за такие интересные фишечки, друзья. Будем производить розыгрыш и отправим самым ярым поклонникам Max Trauer. Around the World. Не, ну, красиво. Надо такие стикеры сделать. Очень классная тема. Можно потом будет вешать везде. Ас-класс. Вот это классно, друзья. Все же. Все, стикеры будут. Вообще мега круто. Та-да-дам. Все, теперь Max Trauer будет всегда с нами. Привыкаю к офису, друзья. Как он? Вот на рабочем месте. На самом деле новый ствол люпчика, который мы сейчас собираем. Ага. Смотрите, котка. Что это такое? Неправильно. Занимаемся видосом. Ну что, вроде вы сделали мой весь прицеп. Смотрите. Теперь у меня будут такие штуки. Оп. Видите? Ну, почти. Ну, в принципе, не страшно. Конечно, по идее, она должна заходить. Этот кусок тоже надо отрезать. Потому что не должна биться вроде бы. Прикрепили. Все это есть замки. Да, и, соответственно, можно все это закрыть. Колесико такое страшненькое. И только нету одного сзади. Поэтому сейчас мы сзади сделали. Вот и замок. Все. Теперь к нам не подобраться и не пробраться. Видите, я уже хотел сравняться с другим пикапом. Нормально. Все, окей. Поставили. Так, масло поменяли. Мы уже готовы. Я все помыл, почистил. Блин, не пропылесосил только. Еще хочу вот эти коврики все снять, простирать. Ну, это займусь сегодня. Потому что хомячком подпахивает уже. Как обычно, предоставил нам машину спонсор сегодняшней поездки Паха. Едем в банк. Надо снять денежки. Мало ли, мы сегодня купим мотоцикл с вами, друзья. Задуматься, как, насколько в Америке все же заполонили машины эту планету. Да и вообще в этом мире. То есть, настолько мы бесполезны, беспомощно становимся без транспорта. Это очень забавно. Что нам нужно вот средства продвижения. И при этом мы становимся настолько мобильными. Правда? Это очень даже круто. Я сегодня попробую предложить все же купить мотоцикл. Этот за 6 у чувака. Я сейчас сниму кэшем 6000. И буду крутить перед носом такой. Эй, давай, чувак. Отдай мне мотоцикл. Это Сузуки Вестром. Он укомплектованный. У него поменять надо цепь. То есть, по факту, если я за 6 покупаю, регистрация с постановкой на учет. Это уже будет где-то 6300. Плюс цепь поменять, это уже будет 6500-6600. Поэтому в любом случае, если я с него сторгу, это как раз будет регистрация и налоги за мотоцикл. Круто было бы, конечно, поставить его в Чикаго. Ну, не в Чикаго, а в Майами. Чтобы у меня права майамские. Регистрация майамская. Ну, будем смотреть, получится так или нет. Потому что, может быть, проще поставить здесь на учет. Мало ли я не поеду еще в Майами. Хоть там есть такой просто момент, что надо еще уточнять. Если ты регистрируешь его в том штате, в котором он стоял, то все вопросов нет. Но если ты регистрируешь его в другом штате, возможно, его надо привезти на экспертизу. Это значит, чтобы мотик был за собой. Какой патриотичный мотоцикл, смотрите. Флаг! Флаг электронный! Да вы что будете делать? Знаете, на самом деле, этот Камам вообще такое говнецо. Смотри, как он наклоняется. И реально ему очень ссыкотно заходить. В эти повороты мотоцикл то не поворачивает. Ну диванный флаг! Зачем? Зачем тебе это, чувак? Расскажи мне, пожалуйста. Уже, знаете, все куда-то опаздываю. Спешим. Так получилось, чтобы поздно нашли мои заказы. Ребята, он готовится. Здорово! Он вешает у нас видеонаблюдение. А мы, друзья, едем сейчас забирать Хаябусу. А кто это у нас тут едет? Так, давайте сравняемся. Крутой дядька. Приехали в салончик мотоциклов. Смотрите, какая классная тачка. Блин, ну вот она такая стильная. Охренеть! Тут еще какой-то ручник. Ну просто мега крутая машинка. Блин, мне она нравится. Вот на ней интересно покататься. Мы здесь будем сейчас забирать, кстати, мотоцикл. Красивый мотор такой у него. Будет нужна что-то. Что-то, что-то. Индия. Ты пытаешься сделать это? Нет, нет. Класс. Так низко сидит. Наклон вперед. Ну прикольнее. Смотрите, какой заюзанный уже. Новый мотоцикл. Все-таки в классике очень красиво. И, кстати, смотрите, а у него до сих пор воздушное охлаждение. А водянок у них что ли нет? А не, вот водяное охлаждение. А, предыдущий был с водянкой. Прикольнее. Мне вот эта тачка нравится. Какие разные варианты есть. Вот, кстати, этот красавец. Мы в прошлый раз его показывали вам. Чувак даже со шлемом в итоге даже не прокачивается. Кстати, он, блин, удлиненный. Что хаябуса. Здесь царапинка. Здесь немножко такие какие-то хреновины. Здесь у нас есть царапинки. Здесь что-то поломано. Царапинок, царапинок. Удлиненный маятник. Яшимура. Ну, здорово, здорово. Только теперь подумаем сейчас, как припить мы его будем. Вот. Значит, что это у нас? Хорошая цепь. Удлиненный маятник. Нахрен он такой длинный нужен? Много, очень много разных царапин, поломок по пластику. Кстати, вопрос его, как крепление, будет интересен сейчас. Ну, ладно, что делать. Займемся. Да. А ширина-то его такая не слабая. Сука, здоровый. Никто не сказал, что он будет с удлиненным маятником. Мать его, так. Он вот так еле встанет. Мда. Ладно, здесь-то мы на распорки возьмем. Нам главный вопрос, как переднее колесо зафиксировать. Они еще такие молодцы, смотрите, отпустили траверс, угол сделали. Да. Не есть, хорошо. Даже он упирается. Ручка. Видите, как неудобно. Неправильно. Ладно. Сейчас что-то будем делать. Как я планировал, проблема в том, что он не хочет так вставать, потому что он щитком упирается в пластик. Ой, в стенку. А это не есть хорошо. Будет. Подзывается. Во. Б statute. Будет. 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 ну вот начало положено надо коробку убирать отсюда в общем один вариант так ну здесь нагрузка наглушитель как бы есть но больше как нажатия так ну смотрите здесь лебедкой сжато на подножке тоже стоит с этой стороны я также он прижал ведь растяжка сейчас еще вот здесь прижму сюда но и не должен уйти больше там ваня говорил что ему нравится грузить я вот так же занизил ну я думаю ничего не будет но это было долго долго друзья мой первый мотоцикл в инклозе ну и две тачки сюда заходит нормально помучился дожди кто идет идет дождик идет и он мочек стоит под дождем смотрим и под дождем не нравится это не все так работают странно сейчас занимаемся тем что проверяем нумерацию мне надо проверить вин номер с той стороны так и да где-то он здесь и что еще нам надо сделать друзья это мы за форму оформим документ придет дождь мы заполняем на почте нам призвано работает ребят ну что я купил можете меня поздравить это бывший хозяин у меня теперь есть мотоцикл мы теперь настоящие байкеры друзья с вами я шучу я мотоциклист и никогда не был байкером тоже байкеры это люди которые в образе живут а я мотоциклист свободный путешественник мать его так 6 200 до 6 200 и 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 Вот так вот. Такие мотоциклы гораздо проще цеплять. Конечно, можно еще один сюда и один туда, а можно вообще одной стрепой закончить этот весь процесс. Я забыл, что у меня центральная подножка здесь есть. Ну вот и все. Вот мы и сделали. Прикрепили один, второй мотоцикл. Сейчас перемотать надо скотчем вот эту коробку, чтобы ее не порвать. И все, мы можем, ну точнее поедем, потом на базе сделаем. Сторону будем доделать стяжки. Скоро я буду его возить с собой. Ой, и вы обладатель его Строма. Я так хотел его. Ну мне нравится очень дизайн его на самом деле. 6200, вообще отличная цена. Останется только главный проблем потом его как временно везти, но так на все устраивает. Блин, вписались. Чусь, я что-то не ожидал, что мы въедем. Так, все там видно. Главное, никого не врезаться. У меня столько планов было изначально. И вообще день, я скажу, очень классный. То, что все получилось, как хотелось. Я купил мотоцикл, я снял денежку, я получил заказы, доделал прицеп. Везу сейчас стабилизатор. Еще в Walmart заехать. Надо купить бутылочку пивка и отпраздновать это. А еще я хочу покататься еще на нем. Поэтому поедем еще кататься. Ну, погода такая хреновая, зараза. Ничего не поделаешь. Жизнь боль. Как сыро, холодно. И хлеб и колбасы, друзья. Это вам не яхта, где можно спрятаться иногда. Пойдем сдадим стабилизатор. Он все же нам не очень нужен. Пока что я не вижу целесообразности в нем. Очень большая вещь. Тем более потом на шлеме будет камера одна. Другая будет в руках. Третья будет летать. В общем, я думаю, пока нам хватит. Покуплю сейчас какой-нибудь штатив осьминога. Короче, обломчик. 15 дней возврат электроники. А у меня прошло уже 20. Черт, что-то я так долго ездил. В итоге я купил сейчас вот такой штатив за 18 долларов. И хочу, кстати, себе посмотреть на часы ремешок. Сейчас уже 30 минут стою. Тут железная дорога. Так обидно. Обидно, потому что хотел на мотоцикле въехать. Ну, зато хоть моросить. Дождик перестал. Сейчас, может быть, все же заведу мотоцикл. Пусть у меня даже нету шлема, но вроде в Ильиносе это можно. И поеду съезжу в ликер-сторе, чтобы отметить. Я, кстати, всегда свой мотоцикл обливал шампанским. Но эту традицию уже давно забыл. Хотя бы облить себя внутри. Друзья, я очень доволен и счастлив. Кто крутой? Макси крутой. Смотрите, крепление мотоцикла. Ни на дюйм не сдвинулось. Профессионализм, друзья. Ахая буса. Как ее размазала. Видите, какой низкий остается от плуга зазор. Ах! Сейчас поедем, мы помчимся. Так, какой-то код он тут менял. Да, кстати, у нас номера. Черт, они что, получается, закончились? Шестого, седьмого. А, в этом месяце уже заканчивается. Ага, моя Сузуки, моя Сузуки. Он мне предлагал, кстати, сиденье какое-то крутое. Но говорит, типа, добавь мне еще... Сколько-то он хотел... А, он хотел еще 600 плюс долларов. Я вам говорю, нет, чувак. 600, я не готов. О, прикольно, как поднимается. Видите? Класс! Вот это я понимаю, тема. Гиви. И все круто. Такое классное настроение. Говорит, ну прям рвать и метать. Поехал бы куда-нибудь. Ну, слышите? Слышите? Дождь идет. Черт, у меня шлема нет. Мать твою так... Так хотелось бы это все сделать бы сейчас на мотике, но нам все равно придется его отцеплять. Ночевать он пусть будет в будке, нам надо еще делать видео, но я хочу, сука, на нем поехать прокатиться. Готовься, вы стромик мой, стром. Благодаря одному моему сегодня подписчику, и который тоже работал на траках, я не запомнил его, к сожалению, но мне удосужилось получить вот такую маленькую бутылочку венца. И так сомпало, что как раз-таки сегодня есть повод отметить это дело. Небольшой венчик, недорогой, благодаря подписчику, благодаря сегодняшним обстоятельствам, я думаю, стоит секунду. Вообще у меня уже даже штатив есть на это дело, я все же купил, хотя я сегодня купил еще браслет на часы. Друзья, за то, что мечты сбываются, давно хотел современный вестром, давно хотел более свежий мотоцикл. Кстати, это самый новый мотоцикл, который был у меня вообще за все время. То есть я имею в виду, что 2014 года у меня не было мотоцикла. Наверное, самый молодой у меня был мотик. Восьмого или седьмого года. В общем, за вас, за мечту, за Сузуки Вестром. Мы это сделали, и это только начало. Еще теперь у нас вариант Аляска, может быть, может быть Аляска, Канада, тоже может быть. Но США так точно мы проедем всю. Это стопудово. И, конечно, Европа, но Марокко. Да, друзья, мечты сбываются. Слушайте, ну вот я уже ждал. Слышу, что уже не так капает. Ну почему? Блин, ну у меня только мотоцикл появился. А я не могу покататься на нем. На самом деле могу. Я сейчас это сделаю. Да, черт возьми. А холодно же. Вот зараза. Надо, чтобы он теперь прогрелся. Что, небольшой тест-драйв. Погнали. Блин, как АБС классно работает. Сейчас переключаем режим. Более лайтовый вариант. Прикольно. Трикаш-контроль, как отрабатывает систему. Это очень классная тема, кстати. Так, смотрим, как на нейтралке. Ага, на нейтралке, точнее, на передаче, но с очень медленной работой сцепления. Но развернуться можно. А теперь отключаем полностью трешки-контроль. И пробуем. АБС продолжает работать. У нас, кстати, здесь есть вольтметр. Что тут у нас? МГУ какой-то. А, это расход топлива при езде. Так, переключаем режим на трекеш-1. Ну, поехали, прокатимся. Ну, что? На дыбы не встает. Скользко. Видите, шлейфует, зараза. Офигенный матик! Я же так и не показал, что уже я сегодня еще купил. Помимо мотоцикла. Хорошая, да, разница? Мотоцикл и... А, ну я сказал, да, что я купил себе, наконец-то, на часы браслет. А то у меня был кожаный, и он уже начинал пахнуть. Вот, может, я, конечно, не выкинул. Я видел где-то в Ютубе, что его как-то чистят. Я купил вот такую треногу. Короче, теперь у нас есть возможность... Мне кажется, нормальный вариант, потому что высота хорошая на уровне головы, можно уже что-то, если так записывать. И... Да круто! Штатив вообще классная штука. Мне кажется, иногда можно пользоваться. Тем более, что он, видите, становится довольно маленький. Это тоже здорово, что он не будет много места занимать. Не знаю, попробуем. 15 дней у нас есть еще возможность отдать. Правда, я забыл про, как в прошлый раз, мой тут стабилизатор. Но будем всем этим пользоваться в лучшем контент, друзья. Осталось микрофон. Сейчас есть один у меня уже на примете. И, возможно, что ближайшее время ничего-то с прям... Видео рендерится. Но мы можем уже ложиться спать, отдыхать. Уже 23. Надо придеть с вас куб и завтра ехать. Начинаются сортовые будни. Завтра мотик перегоним в гараж. И будет мотик стоять уже у нас на базе. Так что подписчики, те, которые работают на траках, фотографируйтесь, ставьте лайки. Да. Ну ладно, спокойной ночи, друзья. До завтра.